Хочу поговорить о теме «Продолжить способ вечности». Она уже начата. И сегодня мы сделаем, начнём сразу с практики, которая по расширению восприятия. Как вы понимаете, у нас у каждого есть спектр восприятия, и каждый из нас, то есть активная чувствительность длительного, сухолого и так далее. То, как мы снимаем информацию с окружающего мира, так как она выстраивается у нас в голове. То есть есть какой-то частотный спектр, мы его просто чуть-чуть делаем шире. В частности, больше всего, конечно, ориентация на наш кинестетический канал. И за наше восприятие в нашем подсознании ответственно очень большое количество программ. То есть если рассматривать каждую программу, она завязана с убеждениями, с нашими, а наши убеждения всегда завязаны с нашими вторичными выгодами, цепочки получаются достаточно длинные. И каждая из вторичных выгод обязательно завязана каким-то образом с чувствами, с эмоциональным фоном и так далее. Если разбирать все это по одному, на самом деле есть практики, которые это все разбирают по одному и работают с каждым пунктом индивидуально. Это целый комплекс психотерапии. Очень много внимания там занимает гештальт, очень много занимает психоанализ. Это годы, когда люди ходят к аналитику, занимаются там чем-то, решают какие-то свои вопросы. Сейчас из модных практик, которые работают с программами, вторичными выгодами, убеждениями человека, с чувственными, это хилинг модный. Я столкнулась, например, с тем, что когда работаешь по какой-то одной программе, это все эффективно, но достаточно медленно. Хочется же всего и сразу. Не так давно меня познакомили с одной офигенной техникой. Это экстрасенсорная техника. Она разрабатывалась в 80-е годы, разрабатывалась в США. Все-таки очень много психотехник дает в США. Разрабатывалась конкретно в ЦРУ и разрабатывалась конкретно с целью развала Советского Союза. То есть в основу этой техники было положено влияние на людей. Тогда еще верили, что это может проходить безнаказанно. И все, что можно было, опробовали, исследовали. В этом были задействованы экстрасенсы. И они обнаружили одну очень интересную вещь, что наши программы, наши убеждения, наши блоки убеждений, они не по одной лежат. Они лежат блоками, и они завязаны на какие-то тематики. И в зависимости от того, какие программы соединены между собой, таким образом человек проявляет себя в жизни. Раз, грубо говоря, пробежали по нейронам мозга сигналы, и сработали какие-то программы, включились, и раз включается какой-то поведенческий момент у человека. То есть мы уже можем иметь дело не с одной программой, а с группой программ. Представляете, если группу программ сразу пускают на замену, эффективность какая? Она вырастает сразу в разы. Она вырастает сразу в разы. И в таком случае, если вы начинаете работать с чем-то, вот, грубо говоря, вот эту часть программную, ее и назвали тогда субличность, единственное, что надо было отследить, каким образом и где они завязаны с нашим подсознанием. И в базу положили, то есть начали изучать архетипы людей, да. И вот все, что касается архетипов, на этой базе было выстроено определенное матрице экстрасенсорного восприятия человека. И исходя из этой матрицы, дальше были расставлены субличности, разные уровни работы с ними и так далее. Достаточно большая, объемная тема. Я ее не планирую ни в коем образе давать на клубе целиком по одной банальной причине. Даже не одной, я сейчас расскажу почему. Потому что, во-первых, эта тема, если ее взять комплексно, это часов 20 минимум на одну технику. Просто взять ее, хватить целиком. Второй момент, это степень ответственности этой техники, потому что вы ее можете использовать, это вот как граната, грубо говоря, вы можете подорваться на ней сами, вы можете подорвать кого-то. Вы можете работать со своими здоровыми, вы можете работать со своими отношениями, вы можете еще как-то, но она полностью открывает путь воздействия на абсолютно другого человека. И, поверьте мне, стопов в данной технике нет. То есть, если вдруг вы разозлились и захотели кому-то сделать очень большой свинью, вы это можете сделать. И за это будет откат. То есть, уровень осознанности человека, которому доверяют гранат, он должен быть настолько велик, что, если уже подходишь вот так комплексно, то решаешь, давать это или не давать это. Поэтому то, что мы будем делать сегодня, это будет, скажем так, маленькая ячейка из очень большой техники. Класс! Просто мы берем маленькую ячейку, которая касается сверхчувственного восприятия человека и касательно его вообще видения мира, его ограничений. Задача нашего клуба вообще, изначально, когда она планировалась, это максимально, когда она планировалась, максимально расширить у человека мировосприятие, максимально убрать ограничивающие рамки. То есть, все ваши, что такое хорошо, что такое плохо, они должны быть в какой-то момент просто обраны, потому что, если вы хотите заниматься серьезной экстрасенсорикой, то там нету рамок. Все хорошо, у Бога нет плохого. Момент, что вы выбираете, и какие вы последствия осознаете. Потому что последствия – это законы, а законы вы никуда не зимите. Но если у вас есть ограничивающие рамки, то они включают определенный механизм веры, знаний и так далее. Там куча дополнительных вещей, которые срабатывают, и они не дают вам действовать. Сейчас мы будем заниматься практически чисто-чисто расширением восприятия и расширением своих личностных рамок. У меня будет просьба, молодые люди, вы здесь ходите и стучите. Мне сейчас нужна полная тишина минут на 20. Если можно выйти погулять это время на улицу, потом вернуться, было бы вам очень признательно. Тогда практику 5 минут откладываем, потому что я не хочу, чтобы в вашей башке была помеха. Просто помеха. Это ширится же невозможно. Это повышенная внушаемость, и в данном случае любой слово, любой шепот и так далее в вашем подсознании будет вам установкой. И вам это не надо, и мне это не надо. Тогда следующий шаг к практику. Входим на 5 минут. Следующий шаг. Есть такое понятие в экстрасно-сорике, оно называется чистое восприятие. Что такое чистое восприятие? Его очень легко применять, когда вы ведете, например, какие-то партнерские переговоры, когда вы знакомитесь с абсолютно чужим, неизвестным вам человеком, и вы не знаете, он принесет вам что-то хорошее или что-то плохое. Ну вот звонит человек и говорит, я супер-пупер экстрасенс, продвиньте меня и продайте. И дальше ты можешь 10 раз отсматривать его видео, которое может быть снято, где его руки за кадром, и ты не видишь. Это он там показывает, это телекинез или не он. Или еще что-то, или еще что-то. Каким образом снимается основная масса информации? Поверьте, наше бессознательное обмануть невозможно. Это закон. Вопрос, как вы сейчас, в этот момент, здесь и сейчас берете информацию. Или вот вы пришли на клуб, если у вас внутри активно работает критическая составляющая, или у вас есть какая-то нерешенная в жизни проблема. Например, у вас любимый бросил, или вдруг кашель проснулся, или заноза под ногтем. Любой параметр жизни, некачественный, невыстроенный. Вам больно, вы об этом думаете, мозг вас отбрасывает таким образом своего собеседника или новую информацию. Вы не можете просто в себя вложить в том количестве, в том объеме, для того, чтобы потом в спокойном состоянии просто проанализировать. Вот для этих целей, когда надо просто загрузиться, просто загрузиться информацией и не делать никаких выводов. Есть понятие чисто восприятия. Что это такое? Это трансовое состояние, когда вы просто уходите в себя, расслабляетесь максимально, уходите на какую-то якорную частоту, мы можем ее сегодня поставить. И в этом состоянии вы выбрасываете абсолютно все ваши убеждения, которые существуют на данный момент, в данной теме. Вы приходите на новый семинар, как пустая чашка. Вообще. У вас нет ни одной претензии к тому, что говорит тренер. У вас нет ни одной критической оценки в данный момент. Вы просто грузите информацию в себя. Грузите полностью. Если в голове возникает какая-то мысль, какая-то критическая зацепка, какое-то воспоминание, вы ее просто убираете. Что помогает чистому восприятию человека? Помогает взгляд глаза в глаза. Помогает взгляд глаза в глаза. Попробуйте выдержать взгляд человека длительное время. Но если вы приехали на переговор, смотрите в глаза человеку. Что это дает? Во-первых, когда вы смотрите глаза в глаза, вы фиксируете абсолютно все. Каждое движение, мимику и так далее. И в дальнейшем у вас это как картина в записи. Ваше бессознательное, когда вы на следующий день будете включать анализатор, оно вам выдаст, как двигались его глаза вправо, влево, вверх или вниз. Ваше бессознательное вам выдаст, как руки, где он старался отвести взгляд, когда с вами разговаривал. ровненько в воспоминаниях будет всплывать все, что под анализ. Потому что анализ запускает ваш внутренний цензор. Внутренний цензор стоит на страже ваших интересов 100%. И он очень четко это фиксирует. Позвольте ему просто все записать. Как на пленку видео. И в определенный момент, когда анализатор будет включаться, вы сможете убрать все то, что у вас с вашим внутренним содержанием не стыкуется. Вы не хотите обманывать человека, пожалуйста, вы удаляйте. Вы видите, что здесь человек слукавил. Вы это дело взяли на заметку. Выгодно вам, не выгодно. Абсолютно трезвый аналистический подход. Бизнес есть бизнес. Ничего личного. И то поведение, какое вы захотите в дальнейшем отыграть, штуку, если вы все-таки читали гумический театр, то вы абсолютно можете с любым состоять. Из любви, да, из любви. Вы можете сыграть абсолютно любую роль. Абсолютно любую. Вам ничто не мешает. Не надо быть добрым за чужой счет или позволять кому-то за ваш счет проявляться в жизни. Это ваш выбор. Если хотите, позволяйте. Не хотите, не позволяйте. Выгодно вам сегодня это или не выгодно вам сегодня это. Насколько критически вы это дело оцениваете. Достаточно такой бездушный, я бы сказала, подход. Но этот бездушный подход, он продиктован тем, что вы в данном случае пропускаете все через своего внутреннего цензора, через своего внутреннего критика. Пропустить что-то, что не соответствует вашим убеждениям или вашей совести, или то, за что бы вы потом себя корили или наказывали, нереально. У вас это все равно всплывет. Это просто берете на заметку и удаляете. Все, что противоречит вашим внутренним состояниям, это удаляется. Потому что никто-то вас в этой жизни не наказывает. Вы сами себя наказываете. Нет такого, чтобы пришел дядя Федя, и бог с облачка спустился. Все проявления, которые влетают в человека в виде отхата, это всегда не вычищенные моменты, когда он не отследил то, что противоречит его внутренней системе ценностей. Систему ценностей можно переработать и какие-то ценности поменять, если они вам мешают, например, двигаться дальше. Осознанные программы можно менять абсолютно любые. Опять-таки, все, что сейчас будем делать на практике, это можно делать и по этой технике тоже. Потому что анальда работает сразу с комплексом и работает сразу на достаточно большой спектр программ. Можно использовать абсолютно любую из техник, которые сейчас предлагаются на рынке, из трансовых техник, которые есть, когда меняется каждая программа поштучно. Но если вы меняете каждую программу поштучно, то к каждой программе придется загрузить драйвер чувства. То есть, если вы ставите, что вы знаете, как быть миллионером, или как чувствует себя миллионером, вы знаете, что такое миллионер, вы позволяете переходу денег и так далее, то вы должны тут же поставить драйвера. Вы знаете, как чувствуются деньги, вы знаете, как чувствуется быть миллионером, вы знаете, как чувствуются в обе стороны, по отношению к вам, как вы по отношению к другому человеку. То есть, там достаточно много дополнительных драйверов придется поставить к этим убеждениям, иначе убеждений не становятся. Они просто будут безсознательно выкидываться, безсознательно скажут, привет, это все лажа. Поэтому, все, что касается темы чисто восприятия, глаза в глаза, помните, закачиваем в себя, и анализатор включается после того, как вы переспали. Что здесь? Переспали. То есть, недаром говорят, в старину говорили утро вечером мудренее, да? Вы сегодня... Это недостаток чисто восприятия, на самом деле, ребят, это недостаток этой техники, потому что, если вам надо отфильтровать и принять критическое решение быстро, то у вас не получится. То есть, вам надо... Вы загрузились, вы провели встречу с человеком, вы отсмотрели, отслушали, и он оттанцевал там, все нормально, классно. Вам дальше следующий шаг, принять решение, работать или не работать, да? Вы попадете на деньги или не попадете? Вот, если вы закачали в себя только информацию, анализатор в это время, ваш внутренний критик, он только успевал записывать, он устал. Ему надо сесть и отдохнуть. Для этого просто позвольте себе вечером где-то расслабиться, а человеку, вот говорят же, надо, чтобы дело любое, вылежало под сукном. И так кому-то, да? Надо, как раз в кладушку и сукном. Значит, вот вы просто откладываете, говорите этому человеку, что вы встретитесь завтра, послезавтра, берете тайм-аут на небольшое время, но обязательно, чтобы прошла ночь. Утром вы просыпаетесь, и наш критик устроен так, наше программное обеспечение устроено так, что где-то в районе с 4 до 6 утра в нашем подсознании начинает активно молотить вот все, что он записал, оно идет на то, что выкинуть, а что оставить. И пошла молотиловка в голове. У вас идут какие-то воспоминания, принятия решений и так далее. Уже сон не сон, да? Если вы в это время встали и решили поработать, это очень хороший момент для того, чтобы поработать. Рассвет прекрасный, да. Сели и очень хорошо, спокойно, трезво вспомнили все, что было вчера, все, что вы видели, все, что вы чувствовали, все, что вы слышали. По всем каналам восприятия идем, потому что информация писалась абсолютно по всем каналам на вашем восприятии. И в какой-то момент, когда уже пришло время анализа, вдруг начинают всплывать картины. Так, взгляд вверх, что значит? Где фантазия? Где реальность? Где обман? Где слова? Где заикался? Где как себя вел? Вообще, что говорил? У вас бессознательный критик, он будет выкидывать просто чистые фразы, как воспоминания. Вот это дело я обычно не записываю, чтобы не тратить время, потому что у меня критик уже достаточно натренированный на то, что если решение положительное, он мне просто группой выдает все, что касается положительного решения. Если есть минусы, он мне точно так же группирует минусы, и потом я просто как на чаше рисов вижу, плюс или минус, есть смысл или нет смысла. Абсолютно трезво, абсолютно логически, без всяких измененных состояний сознания. Когда вы находитесь в чистом восприятии, вы находитесь достаточно в глубинном трансе, и после этого достаточно сложно адекватно себя вести, в беседе проявлять себя. То есть тебе начинают какие-то активные вопросы задавать, тебя начинают выводить из этого состояния, а ты тормозишь. Вот идеально, когда на переговоры в таких случаях ты берешь с собой болтуна. Вот есть человек, который сидит трензит, а ты в это время закачиваешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok